Меканайз здесь. Мы продолжаем смотреть ваши реплеи. Следующий реплей, очень умело скрыто название, обзор Меканайз. Спойлеров нет никаких. Спонсор данного реплея, проф. Вангста. Давайте глянем. У нас тут дуэль сегодня. Профессор, собственно, Вангста, да, его реплей. Некрон и его соперник Эльдар. Туманчик мы отключим. Ну что ж, что я могу сказать про Эльдара. Победная тактика Эльдара против Некрона состоит в двух репах и паре баньшей. Подраконить Некрона на Т1 репцами. Естественно, по возможности накидать на него саркофаги. Взять карту. Выйти в Т2. Два отряда баньшей. И где-то в это время Некрон должен пасть. Собственно, Эльдар этим и занимается. У него два капера. Репы. Все-таки строится генератор. Ну ладно. Мы видим здесь приближающийся отряд скоробеев. На Д-кап. Смотрим мы глазами Эльдара. Керсет Флейм. Проклятый огонь. Ну что, Эльдарчик пытается играть, отменить, подобрать. Знаете, время потянуть до рабочего. Но будет осуществлен Д-кап. И собственно Эльдар и репами стреляет. Максимально издалека хотел начать стрелять. Рабом бить пытался. Добавил модельку. Добавил модельку. Но Д-кап удался. Давайте посмотрим на Некрона. Четыре генератора плюс пятьдесят. Точка берется. И первый НЛ. Ну в принципе да. Первый НЛ. Он посмотрел с вежами. Что там репы рейнджеров. Никто не будет делать против Некрона. Если только это небольшой фан. Будут против Некрона делать риперов. Что собственно и есть. Кап точек. Эльдар берет точки. Вторая пачка репов. И он отправляется драконить Некрона. Один, два, три, четыре, плюс пятьдесят. Системка пробуждения. Есть смысл для Некрона перевести битву на базу к Эльдару. С вежами, лордом, сломать ген. То есть начать гадить именно на базе Эльдара. А не где-то там в поле боя. За что-то нужно зацепиться. Парочка НВшек промасить. Вот лорд Некронов может запросто занять две пачки репов. Будет гонять одну пачку, она будет убегать. Стрелять по лорду второй пачкой это будет долго. Вот это микро. Это микро ложится на руки Эльдару. Репцы не настолько сильные, как может показаться с первого взгляда. Добавляет экзарха. То есть все-таки как делается. Добавляется не экзарха, а модельки. Чтобы сэкономить эти 30 энергии. И 30 минутку. Не 30, не 30. Сэкономить энергию, какая там у него есть. 30 энергии, черт подери. И выйти побыстрее в Т2. В Т2 в Баньшей. Но он, этот Эльдар закачивает именно репцов. То есть увеличивает себе здоровье. Хорошо. То есть вот один НЛ полностью минуснул эту пачку. Полностью минуснул пачку. Она занята, она бегает. Эти НВшки постреливают вторую пачку репов. Эльдар Микрит. Очень много сейчас у него ложится на руки. Пришел и смотрите-ка он слил. Слил этих Скоробеев. Слил, слил. Микрит, Микрит. Смотрите Эльдар, Микрит в порядке. Эльдар все делает четенько. Здесь можно попытаться накинуть турелечку. Напугать деда. Можно попытаться. Саркофаг у Эльдара идет. Естественно Эльдар будет забирать некронские точки. Естественно. То есть вот он использует свою мобильность. Он гадит, мешает. Поэтому опять же я говорю. Попытаться. Попытаться перевести на пугов... А, да! Вот они свежи. Вот они свежи, о которых я сказал несколькими секундами ранее. Свежи, пожалуйста, получите, распишитесь. Битва переносится на базу к Эльдару. То есть эта пачка немножко реинфорсится. Гоняет одних репов. НЛ гоняет вторую пачку репов. И вроде бы как, знаете, вторая пачка репов. Тьфу, свежеватели. Это будет сейчас доставлять проблемы Эльдару. Минус ген. А ты два, дружочек, пирожочек, ты забудь. Здесь пытался декап, не успевает. Не успевает. Собственно, плюс 60 минимум есть. Монолит простоевать не должен. Дух на Т1. Ну, блин, в критической ситуации, может быть, и есть в этом смысл. Да, наконец-то прыгает. Набрасывает саркофаг, чтобы сломать турельку. Ну что, починка. Лорд прыгает сюда. Где лорд? Где Аникрон лорд? Да, Аникрон лорд уже здесь. Завяжет одну пачку. Дух контролить, дружище. Контролить. Дух дохленький. Чинить. Немедленно починка. Эх, не успел. То есть тут, в принципе, имеет смысл и обелиск качать. Знаете, Эльдар, если глянуть на карту, он ее забирает. Забирает точки Некрона. НЛ преследует пачку. Забирает, отвлекает на себя. Пошли все строители накидывать саркофаг. А здесь свежеватели отравляют жизнь. Причем, серьезно, турелька недостроена. И смотрите-ка, у Эльдара нет своих точек. Не дали. Здесь декапчик. Совершать декапчик неплохо. Свежеватели высадились. Дух появился. Смотрим Некрона глазами. То есть занято. Микри. Духа ты убьешь. Но тебе нужно будет приложить усилия. Тебе нужно будет приложить микро. Некрон лорду досталось. Забирает точки на базе у Некрона. Дух сейчас упадет. Повязано, завязано. Пришел еще за... Не успеет. Микро не хватит. Не успел. Не успел. Декап. Отравление жизни идет... Эх, спасать надо. Идет в обе стороны. Вот это обидная потеря, ребята. Обидная. Дух. 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 Плюс 60 вроде есть. Свежеватели. Здесь. А здесь надо застраивать, захватывать. Да, мощно, мощно, мощно. Саркофаги, станы. И вроде бы на первый взгляд мне сейчас кажется, что Эльдар берет вверх. Плюс 60. Можно в принципе и Т2 пойти. Знаете, можно и второй монолит начать строить. Вроде бы как, знаете, здесь три репа. Их много. Они реинфорсятся. Здесь уже врата строятся. Сейчас вроде бы как турель пойдет. Знаете. И Некрон будет полностью во власти этого Эльдара. Плюс сейчас будут еще и турельки строиться. Вроде бы как Эльдар берет вверх. Турель сломал. Ну, беззащитен. Некрон здесь гадит. Забирает. 62. 0. Прирост у этого Эльдара. Жалко Ген. Свежеватели высадились. Погнали две пачки репов. Погнали третью. Распределили. Смотрите-ка я сюда пошел. Неплохо. Сломал. Одна пачка репов. Свежеватели разошлась на 2, на 3 вражеских отряда репер. Четвертая пачка репов. То есть 1, 2, 3, 4. Да. Пожалуйста. То же самое. Неплохой способ зарашивать Некрон саркофагами. Жалкие потери генераторов. Еще потеря. 50. Прирост у Эльдара. Мало. Если будут потери, ему будет тяжело. Для Некрона также имеет смысл именно грейдить эти точечки. На удар. Очень неплохо оплюхи Эльдаром давать. Вот они турели. Это тоже полноценная боевая пачка уже у нас. Так, собственно, две пачки у нас свежевателей. Что по приросту обресса-то есть. Еще турель. Делай обелиск. Обелиск, пожалуйста. Вау, монолит. Второй мон. Нормально. 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 Эх, блин. Отдано. Жалко. 50. Прирост 50. 4 пачки рипов. Эльдар пошел ва-банк. Вложиться полностью в Т1. Убить вот таким шикарным жестким прямым ударом. Эльдар. 44. 44 у Эльдара. 38 у Эльдара. Нет ни одной точки. И попрошу заметить, все его строители здесь. Здесь накидывают стан, наверное, на монолит. Один некрон лор здесь уже погоды не сделает абсолютно никакой. Ему, наверное, нужно было отправляться, размениваться окончательно с Эльдарской базой. Ломать ему что-то. Здесь же делать правильно. Делать скоробеев и захватывать вот эти точки и застраивать их. Застраивать тем самым. Поменяться полностью с Эльдаром. Полностью. Застройка наконец-то здесь. Эльдар застраивает. Плюс 30 у некрона. Плюс 32 у Эльдара. Ребята, ребята. Это шикарная игра. Это очень шикарная игра. Снова ты идешь сюда с саркофагом. Здесь генераторы. НВ-шек лучше было держать у монолита. Здесь делать обелиск, чтобы бить вот этих всех строителей. Очень больной саркофаг. Очень больной саркофаг. Очень неприятный больной саркофаг. Монолит падает. Поменялись. Меняются они базами. Меняются. Две точки Эльдар забирает. Убивать, убивать. Конечно. Здесь некрон отстраивается. Застраивать. Да, 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 да. Застраивать. Застраивать. НВ-шек держать здесь. Немножко подренфорсить. Ломать барак. На обелиск удар. Возможно турель, чтобы убивать этих строителей, которые будут накидывать саркофаг. Убиваешь строителей. 10 секунд, по-моему. Не убиваешь. 30 секунд стана. Захват. Захват и застройка, конечно. Ну что ж, жалко монолитус. Очень жалко. 4 пачки рипов. Но Эльдар навеки в Т1. Навеки в Т1. А если посмотрим на некрона. Он Т2. У него в очереди производство. Да. Обелиск. Конечно. Турель. Да. Господи. Вторая. Отлично. Укрепиться здесь нужно. Укрепиться. Заставить Эльдара микрить, накидывать саркофагики. Идет Т2. Еще генец. Еще ген. Точки застраивать. Вот эту застрой. Отлично. Ну что, полный. Полный. Полный будет сейчас размен бас у нас. Ребята. Ребята. Это шикарно. Монолит. Еще ген. Это 0, 25, 50. Так что, подожди. Подожди. Откуда Рисы? Подожди. Откуда Рисы? Ты отменил. Ты отменил. Т2. Хотя, наверное, отменять. Блин. Трудный выбор. Бей. Бей обелиском. Свежее высаживай обелиском. Бей. Лордом прыгай. Лордом прыгай. Вяжи удар обелиском. Удар обелиском. Вот прямо в эту кучу. Бей, бей его удар обелиском. Сделай, пожалуйста. Сделай. Зря ты его грейдил, что ли. Здесь на самом деле, видите, какой... Вот есть. Ну, хотя бы так. Узкий перешег и Эльдарку здесь будут проблемы. А Т2, мой дружок, все-таки тебе, наверное, надо было сделать. Чтобы сделать потом грейд над духов. Четыре духа. И эти четыре репа бы их никогда бы уже не убили. Он бы микрил до конца своих дней бы микрил. Ну что? Слил свежей. Жаль, жаль. Ага. А Эльдар восстанавливает свои потерянные. Т2. 56. Здесь сейчас Эльдар пойдет. Т2. Здесь он несет от трех турелей. Он несет урон. Больно. Лорда сливать нельзя. Больно. Очень, очень нагло, очень дерзко здесь стоит Эльдарец. Очень нагло, дерзко. Чувствует себя прям вообще комфортно. Три некронских турели. Еще удар обелиском будет. Свежеватели высадились. В мили повязать. Еще три лорда. Удар. Ой. Эльдар. Эльдар отдался. Отдался. Очень понес. Тяжелые потери сейчас. Самонадеянно отдался. Ну, давай, умри. Ты умрешь. Да, получай. На. В принципе, тебе, я думаю, хватило бы абсолютно на Т2 закончить Т2. Вот знаете, хватило бы с лихвой. А потом системка и еще, и еще. Блин, ну, очень трудно. Трудно принять решение в такой ситуации. Трудно. Что с Т2 у тебя? Ты строишь Т2. Ты заканчиваешь постройку Т2. 62. 20. 1, 2, 3. 4 точки сейчас будут у Эльдара. 5. То есть просто, просто поменялись базами. Просто поменялись базами. Т2. Нужно Т2. Нужно Т2. Плюс 30 маловато. Еще гены. Еще ген сюда. Еще ген. Застройка и еще ген. Обязательно. Да. Еще генератор. Нет, Арлекин уже выйти, наверное, я так понимаю, не успеет. Ну что? В пользу Эльдара завершится матч или нет? Нет. Блин, как я хочу, чтобы победил Некрон, ребята. Как я хочу, чтобы Некрон победил. Успеет или нет? Я не хочу, чтобы вышел Арлекин. Я не хочу. Нет, и он не выйдет. Перенаправил? Нет, нет. Главка должна пасть. Что? Выйдет. Вышел ведь. Ну и пала, впала главочка. Пала. На. Минус 20. Просто влияние. На. Здесь свежеватели продолжают отравлять. Здесь произошел очень шикарный захват. Починка. Ну что, дошло тебе Т2 урон? Грейт, дошел? Дошел. Т2. 54. Строители у тебя есть. Но прирост 53. Что у Некрона? Эльдар теперь бьет больно. Эльдар бьет больно. Т2 монолит. Грейт, на духов. И прощаемся с Некроном. С Эльдаром. Слушай, я оговариваюсь-то сегодня все время. Грейт. Грейт. Духи. Духи на правую кнопку. Грейт. Духи. Не хватает. Не хватает. Или хотя бы турельки на Т2 сделать. Хотя бы одну. Здесь продолжает Некрон ломать экономику. Эти скоробей, наверное, нужно отправлять на захват. Баньши. Баньши появились. Ну что, удар. Удар по баньшам. Полет духа. А полет духа. Духи уже будут под проблемой. Потому что баньши идут как анти духи. Ну что, был удар. Был удар. Отгоним. Отгоним их. Духи, духи, духи. Да. Духи, духи. Первый пошел. Повязано. Орликин тут что-то скачет. Баньши против свяжей неэффективны. Здесь экономика ломается. Надо декапить. Слишком много плохих ребят на свяжачков. Свяжачки, правда, Т2-шные. Духи. Полет духа. Турелька Т2. Некрон шикарно работает на два фланга. Он шикарно здесь держит врага на своей базе и декапит точки. Шикарно. 42. Вновь проблема у Эльдара. 36. Проблема у Эльдара. Большие по реинфорс. Будут проблемы. Духов сливать сейчас нельзя. Турелька сейчас будет Т2-шная. Обелиском вновь удар. Чинить, 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 чинить. Турельку. Обелиском удар. По баньшам. Баньши сейчас сольются. Баньши сливаются. И Некрон побеждает. Потому что контрить этих духов Эльдару уже нечем. Ну вот этот Орликин гаденыш только здесь попрыгает. Но он сейчас умрет. Если перефокусить. Это турель. Эльдар сейчас просто сольется об этот турель. Об этот турель и обелиск. Второй дух. Есть. Есть. Знаете. Некр выиграл. Некр затащил. Ребята. Ребята. Это игра года. Это игра года. Убиты. Убиты слиты. Тут ты досвидули. Ты умираешь от турели. Этот дух убивает этот отряд. Если там не подбежишь ты к турели. Второй дух убивает второй отряд. Хо-хо-хо-хо. Вот это да. Вот это да. Вот это игра. Ребята. Определенная игра года. Определенно. У меня нет слов. Ребята. А это игра. Черт подери. Года. Все. Досвидули. Досвидули. Лорд прыгает за следующей пачкой. Второй дух летит за второй. И до свидания. Я направил и забыл. Да забей ты за эту точку. Направь и убей. Еще дух. Еее. Свежи. Да. 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 Ну что? Что Эльдарец? А приплыли. 24. Единственная точка. Шикарный. Некрон шикарный. Да че ж ты духами то уже здесь. Заставь его микрить Эльдара. Заставь его микрить. Чтоб он окончательно уже вышел. Ну что? Мои поздравления. Мои поздравления. Ты сбросил Эльдара. Причем я скажу. Эльдар был. Эльдар понимал что делать. Рипов намасил. А да. Убить конечно. Убить последнего строителя. Последнего певца. На. Все. Здесь завязано. Захвачено. Все. 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 Я скажу. Эльдар был в порядке. Четыре рипа. Врата. Турелька. Понимаете как он хотел замасить этого некрона. Понимаете? Он прям хотел вообще жестко его замасить. И. Базу то перенес. И Т2 построил четенько. Как у него появились ресурсы. Как появилась. Возможность. Эльдар был в порядке. Так что это. Это ни разу не нуб гейм. Ни разу. Ребята. Шикарная игра. Игра шикарная. Шикарный некрон. Не дал Эльдару безнаказанно себя убивать. Начал убивать в ответ. Отсрочил Т2. И. Монолит построил. Ну что. Убегает Эльдар. Бежит он к спасительной своей турели. Здесь некрон естественно достраивает недостающие генераторы. Плюс 60. Потом плюс 70. Духи продолжают выходить. Точки он сейчас свои берет. Поставит он себе лимит. Скорость. Все. До свидания. Чисто поменялись. Чисто. А тут просто до свидания. Эльдар уже вышел. Потому что. Никогда ему не сбросить этих духов. В текущей ситуации. Никогда. Ему не сбросить этих духов. Никогда. Теперь эти духи. Неубиваемые. А у Эльдара лишь два этих строителя. ГГВП. ГГВП. Ребята. Игра года. Я не знаю просто. Я не знаю. Вот это. Вот это я понимаю. Просто. Просто. Ребята. Вы видели все сами. Вы наблюдали всю картину сами. Жесть. Неимоверная. Жесть. Красивая. Шикарная. Дуэль. Эльдарно. Некрона. Шикарнейшая. Красивейшая. Дуэль. Оба парня понимали, что надо делать. Понимали абсолютно. И каждому в каком-то смысле это удалось. Только дело в микро. В удаче. И так далее. Ну а вы что думаете, ребята, по поводу этой каточки? У меня просто нет слов. Одни чувства. Одни эмоции. Это было шикарно. Это было шикарно. Профессор Вангста. Мои искренние, глубочайшие поздравления тебе. Это была шикарная игра. Просто шикарная игра. Отличная игра. И Эльдар был далеко не простачок. Далеко не простачок. Он отмекрил на 100%. На 100%. Напишите в комментариях ваши ощущения, что вы думаете по поводу этой игры. Напишите, ребятки. На этом все.